Но Евгений, Евгений не стал слушать консультации, решил провести самостоятельное второе собрание. Вы очно заочной. Это заблуждение, вы мне сказали, очно. На повышенных тонах диалог сотрудников УК и мастерской не строится. В управляющей компании считают, что предприниматель занимает незаконно 3 квадратных метра в подъезде. Обувщик уверен, придраться не к чему. Все документы на руках. Господи, мне очень тяжело с вами общаться, потому что я... Потому что вы неверно говорите. То, что вы говорите про какую-то женщину, это неверно. Потому что эта женщина мне позвонила на другой день после подписания договора и сказала, я позвонила юристу лиги, мне угрожали и сказали, что у меня будут проблемы, я отказываюсь от договора, ищите другого. После прихода новой управляющей компании в начале года у обувной мастерской появились проблемы. Сотрудники УК назвали подключение к электроэнергии незаконной врезкой. К тому же потребовали обновить договор с жильцами. Хотя многие годы проблем с этим не было. Они хотят просто меня выгнать отсюда. Хотят сюда посадить либо своих каких-то людей, вот, либо они хотят сдавать это помещение и получать сами деньги за это. По словам Евгения, он провел два собрания. 75% жильцов проголосовали за аренду. Многие собственники квартир – частые клиенты в мастерской. Пользовались очень часто, обращались, говорили хорошо. Я сама ни разу сюда не ходила, но знаю, что постоянно здесь они работали. УК считает эти документы ничтожными, оформленными не по закону, а значит, надо проводить третье собрание. Я говорил, у нас, как у управляющей компании, нет цели кого-то там, ну, понудить, уйти или еще что-нибудь. Нет. Я просил всегда, чтобы мы узаконили только данные взаимоотношения. Диалог управляющей компании и предпринимателя вскоре продолжится. УК вместе с некоторыми жителями готовит обращение в полицию, чтобы признать оформленные документы незаконными. А сотрудник мастерской хочет написать заявление в прокуратуру. Третьей стороны в этом споре, кажется, и правда не хватает. Дмитрий Бачко, Азиз Хаджиев, 31 канал.